Здравствуйте, уважаемые студенты! С темой сегодняшней лекции массивы по плану рассмотрим следующие вопросы двумерные и трехмерные массивы, создание многомерных массивов, методы работы с массивами. Многомерные массивы в джаве есть как одномерные, так и многомерные массивы. Массив может состоять не только из элементов какого-то встроенного типа, но и в том числе из объектов какого-то существующего класса и даже других массивов. Массив, который в качестве своих элементов содержит другие массивы, называется многомерным массивом. Чаще всего используются двумерные массивы. Такие массивы можно легко представить в виде матрицы каждая строка, которая является обычным одномерным массивом, а объединение всех строк двумерным массивом в каждом элементе, в котором хранится ссылка на какую-то строку матрицы. Трехмерный массив можно представить себе как набор матриц, каждую из которых мы записали на библиотечные карточки. Тогда, чтобы добраться до конкретного числа, сначала нужно указать номер карточки, потом указать номер строки и только затем номер элемента строки. Соответственно, для того, чтобы обратиться к элементу N-мерного массива, нужно указать N-индексов. Многомерные массивы строятся по принципу массив-массивов. Массив является объектом. Двумерный массив – это массив ссылок на объекты массива. Трехмерный массив – это массив ссылок на массивы, которые в свою очередь являются массивами, ссылок на массивы. Создаются многомерные массивы Java аналогичным способом. Количество квадратов скобок указывает на размерность. Здесь приведены примеры, то есть квадратные скобки соответствуют размерности массива. Теперь перейдем к рассмотрению многомерных массивов, так как в следующем примере переменная I ссылается на двумерный массив, который можно представить себе в виде таблицы 3х5. Суммарно в таком массиве содержится 15 элементов, к которым можно обращаться через комбинацию индекс от 0 до 4. Пример заполнения двумерного массива через цикла. Изначально мы резервируем в памяти для массива места. Далее открывается цикл по I и по G. Для массива заполняем элементами I умножим на G. Далее выводим элементы массива на экран. Результат выполнения программы имеет следующий вид. Однако такой взгляд на двумерные и многомерные массивы является неполным. Более точный подход заключается в том, что в Javie нет двумерных и вообще многомерных массивов, а есть массивы базовыми типами, которых являются также массивами. Например, тип int в квадратной скобке означает массив в чисел, а int в квадратной скобке означает массив массива в чисел. Поясним такую точку зрения. Если создать двумерный массив и определить переменную х, которая на него ссылается, то используя х и два числа в паре в квадратных скобках, скобок каждое, можно обратиться к любому элементу двумерного массива. Но в то же время, используя х и одно число в паре квадратных скобок, можно обратиться к одномерному массиву, который является элементом двумерного массива. Его можно проинициализировать новым массивом с некоторой другой длиной, и таблица перестанет их прямоугольную, а она примет произвольную форму. В частности, можно одному из одномерных массивов присвоить даже значение 0. Здесь приведены присвоения для каждого элемента, для нулевого, для первого, для второго элемента. После таких операций массив, на которые ссылается перемен х, назвать прямоугольным никак нельзя. Зато хорошо видно, что это просто набор одномерных массивов или значений. Полезно посчитать, сколько объектов порождается выражением new imp 3 и 5. Правильный подсчет таков. Создается один массив массивов и три массива чисел каждой длиной 5. Итого 4 объекта. В рассмотренном примере, три из них были тут же переопределены новыми значениями. Для таких случаев полезно использовать упрощенную форму выражения создания массивов. Значит, он имеет следующий бит. Значит, число 5 можно опустить и его не писать. Такая запись порождает один объект массив-массив и заполняет его значениями new. Теперь понятно, что в этом и в предыдущем варианте выражения x-lens возвращает значение 3 длину массива массива. Далее можно с помощью выражения x-lens узнать длину каждого вложенного массива чисел, при условии, что и не отрицательно, и меньше x-lens, а также x-i не равно 0. Иначе будет возникать ошибка во время выполнения программы. Вообще, при создании многомерных массивов с помощью new необходимо указать все пары квадратных скоб, соответственно, количество измерений. Но заполненная обязательно должна быть лишь крайняя левая пара. Это значение задаст длину верхнего массива массивов. Если заполнить следующую пару, то этот массив заполнится не значениями по умолчанию 0, а новыми созданными массивами с меньшей на единицу размерностью. Если заполнена вторая пара скоб, то мы заполнены плечи и так далее. Аналогично для создания многомерных массивов можно использовать инициализаторы. В этом случае применяется столько вложенную фигуру скоб, сколько требуется. Значит, в этом примере порождаются четыре объекта. Это, во-первых, массив массива длиной 4, а во-вторых, три массива чисел с длинами от 0 до 2 соответственно. Все рассмотренные примеры и утверждения одинаково верны для многомерных массивов, основанных как на примитивных, так и на ссылочных типах. Длина массива хранится в поле лэнс, которая доступна только по чтению. Изменять его путем присваивания нового значения нельзя. Значит, пример работы с массивами. Следующий. Значит, если у нас имеется переменная типа массив и сопоставлен массив заданной длины, в любой момент этой переменной можно сопоставить новый массив. Значит, к примеру, A1. При этом прежний объект массив, находящийся в динамической области памяти, будет утерян и превратиться в мусор. Переменные типы массивов можно присвоить друг другу. Например, если мы задали переменную int2 на скобке а2, то сначала в ней хранится значение 0. Значит, ссылка направлена никуда. При инициализации двумерных и многомерных массивов используют вложенные массивы, задаваемые с помощью фигурных скобок. Например, значит, фрагмент программы, этот правильный метод программы приведет к заданию совочисленного двумерного массива B, состоящего из шести строк и четырех столбцов, то есть int 6 и 4. Таким образом можно задавать как регулярные, так и регулярные массивы. Из объектов массивов можно вызывать метод клон, позволяющий создавать копию массива. Значит, он имеет следующий формат. Значит, изначально пишем массив, далее через точку описываем метод клон. Значит, напоминаем, что присвоение int2 на скобке b равно a не приведет к копированию массивов, просто перемена b станет ссылаться на тот же объект массив. Копирование массивов можно осуществлять цикл, но гораздо быстрее использовать метод system array copy. Значит, в данном заданном фрагменте из a в b копируется count элементов, начиная с индекса индекс 1, а в массиве они размещаются в массиве b, начиная с индекса индекс 1b. Содержимое остальных элементов b не меняется. Для использования метода требуется, чтобы b массив существовал и имел необходимую длину. При выходе за границы массива возбуждается исключительная ситуация. По элементарным сравнениям массивов следует выполнять с помощью метода array equals. Заметим, что у любого массива имеется метод equals, унаследованный от класса объект, позволяющий сравнить массивы. Но, к сожалению, метод не переопределен и сравнение идет по адресам объектов, а не по содержимым. Поэтому a equals a1 это то же самое, что a равно a1. Оба сравнения вернут фалса, так как адреса объектов, на которые ссылается перемена a и a1, различаются. Напротив сравнение a equal 3 и a равно a3 вернут true, так как а и a3 ссылаются на один и тот же объект массив. Резюмируем основные правила. Массивы являются объектами специфической формы, в частности любой массив имеет полиленз, который определяет его размер. Массивы индексируются от ноля. Java жестко контролирует выход за границы массива. Массив элементарного типа, например, это действительно массив значения. Массив объектов – это массив ссылок на объекты, то есть недостаточно создавать сам массив, нужно его создавать, еще создавать объекты, входящие в него. Существует два способа создания массива – операцией и явной инициализацией. Для многомерных массивов существует возможность создания разного размера массива, второго, третьего и тогда измерений этой экзотики. Спасибо за внимание. Сегодня мы рассмотрели многомерные массивы, описание многомерных массивов, вывод на экран. Далее рассмотрели методы, применимые к массивам. Также мы рассмотрели методы. И выкладываем по-другому моменту. Открыли методы. Открыли методы. Продолжение следует...